Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. За поддержку его выхода Копеечки благодарю Вегаса и Олега с Бусти. 7 января на концерте в питерском клубе МОД во время исполнения одной из песен вокалист группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке на гениталиях, который в какой-то момент слетел. Кстати, в этой группе и после ухода из психии на басу играет Андрей Плетаев. После выступления и после доноса бдительного гражданина в прокуратуру Максима задержали в петербургском аэропорту Пулково во время вылета в Екатеринбург, откуда он собирался улететь в Казахстан. Музыканта арестовали на 10 суток, плюс вручили повестку в военкомат. Очевидно, что этот перформанс в продолжении истории с рэпером Васио на почти голой вечеринке, которого тогда посадили на 15 суток и обвинили в пропаганде ЛГБТ, хотя при чем здесь ЛГБТ, я не понимаю, может вы мне в комментариях объясните. И прямо на выходе из спецприемника задержали повторно. Да, наверное, это действительно можно трактовать как хулиганство, но давайте вспомним, что в свое время, например, для Сергея Шнурова выступление голым было нормой. И ему за этого ничего не было, и наоборот он стал всенародным российским артистам. А еще сейчас в это с трудом верится, но в 99 году прямо у собора Василия Блаженного также с носком на члене выступали Реско Чили Пепперс. А по рукам зрителей у сцены летали огромные надутые контрацептивы. Все веселились, а самое прикольное, что концерт тот был организован московским правительством. Как сильно страна поменялась за каких-то 25 лет. Я ничего не пропагандирую и не пытаюсь никого дискредитировать или обидеть, но интересно мнение подписчиков Numbers Radio о том, как у нас меняются нормы. После заявления участников группы Rage Against the Machine о том, что они по ходу все, концертов больше не будет, кавер на их трек Sleep Now in the Fire на фестивале Hellfest исполнили Санг Фоти Ван. Респект. Это иронично, учитывая, что Санг Фоти Ван и самим осталось недолго. Они сообщили, что завершат деятельность после выхода второй части своего альбома. Но кавер получился отличный, не то чтобы канадские панки привнесли в него что-то принципиально новое, но четко из душой исполнили нетленку, послушать и посмотреть было приятно, молодцы. Новый сингл вместе с клипом дропнули гордость и достояние молдавского металла Infected Rain. Видео очень красивое и кинематографичное, с сюжетом про организатора, который решил привести в свой город группу с экономиев на перелете. Ну а если серьезно, трек крутой, все как всегда на супер высочайшем уровне. Новый альбом под названием Time выйдет 9 февраля и будет содержать 12 треков. Американцы Static X совершили снять клип на свой трек All Static Placebo, вышедший уже почти 4 года назад. Видимо снимать клипы никогда не поздно. Видео показывает крутую концертную атмосферу группы. 26 января выходит Project Regeneration World 2, в который войдут последние доработанные демки Static X, оставшиеся после смерти Уэйна Статика. Новый сингл под названием «Лучшие годы» вышел у группы, в которой играют 4 музыканта, в разное время играющие или продолжающие играть сейчас в таких командах как Antribe, Orda, Purgene, IFK, Juggly Cats, Tsunami, Смех, Break War, Мое сердце справа и Totem. Композиция получилась доброй и легенькой по меркам группы, между прочим сменившей вокалиста. Песня о рок-туризме, о гастролях, о дорожных приключениях, встрече с друзьями и концертных угарах. Сделано все четко и качественно, что неудивительно, учитывая высочайший уровень и опыт музыкантов. В прошлых выпусках вы тепло отреагировали на видео-мемасики от доктора Бугуева, поэтому в этом давайте вместе посмотрим его же работы в картинках. А вы потом напишите в комментарии, какой из них вас больше развеселил. В ностальгической рубрике с отгадыванием. Смотрим сегодня фрагмент клипа на трек с пластинки 2001 года, который Игорь Капранов как-то исполнял вместе с The Translators. Кто узнал, кто помнит такое, встретимся в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, увидимся 13 января на Панк Ёлке в московском клубе LifeStars. Обнимаю, отстукиваю кулачок, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok